привет ульки мои красотульки как вы обратили внимание висит шуба и я вам расскажу свои знания о том как нужно выбирать норковую шубу норковая шуба это такая вещь которую выбирают очень тщательно и не на один год поскольку это норка она может служить и все 10 лет то есть это получается 15-20 сезонов сейчас я вам расскажу главный критерий для выбора шубы как отличить крашеную шубу как определить нормальный мех и хороший пошив одно из самых главных это то какой мех выбран на самом деле самый лучший мех это североамериканская норка потом уже идет наша морка русская европейская и самое худшее качество это конечно же китайская норка китайская норка это шуба которую вы проносите от силы года три и очень много наших магазинов даже очень фирменных грешат продажи китайских шуб я китайские шубы вижу на рынках каких-то выставках и даже в обычных магазинах не буду называть название но как оказывается эти китайские шубы и так определить качество меха на самом деле очень просто во первых мех не должен сдавать каких-то громких шуршащих звуков это должен быть практически не слышный звук вы можете взять мех и просто сжать его либо потрясти изделие и не услышать никакого шуршания если вы услышали шуршание то естественно пересушена сама шкурка и это шуба очень быстро порвется и просто она посыпется с ним просто посыпется остевой волос и также подпушек и просто делается залысина то есть это шуба вам не прослужит даже года если вы услышите какой-то посторонний звук причем звук нужно определять по всей шубе поскольку она сшита из шкурок и какая-то шкурка может быть бракована никогда не обращайте внимание на дешевую шубу если она дешевая значит в ней что-то не так и так качество меха очень легко определить во первых вы должны обратить внимание сколько процентов подпушек то есть пуха подпушки и сколько остевого волоса остевой волос это волос который возвышается над подпушью и его количество определяет в основном качество меха чем меньше и короче остевой волос тем качественный мех и подпушь должна быть очень густой и при просматривании самого меха не должно быть видно шкурки вот допустим на моей шубе как вы видите я не знаю будет видно нет не видно самой шкурки так вот мир должен быть мягкий мир должен быть блестящий и даже если вы его потрогаете и пожмякаете не должно отпадать никаких волосиков не она не должна сыпаться как только у вас в руках остается хоть один волос значит что то с этой шкуркой уже не так так вот не должно оставаться ничего у вас в руках и шубу если вы ее потрогаете если даже чуть-чуть есть какие-то заломы вы просто ее встряхиваете и мех ровный и блестящий это очень важно допустим нашу шкурку очень можно легко определить по костевому волосу в российских шкурках где выращивают норку там наши шкурки отличаются тем что очень длинный и очень густой остевой волос на самом деле это не очень хорошее качество шкурки потому что остевой волос имеет свойство обламываться и это очень красиво выглядит уже буквально через там 7-8 сезонов поэтому лучше конечно выбирать североамериканскую норку или скандинавскую норку и вообще зарубежные шкурки они намного качественнее чем российские и китайские шкуры когда вы смотрите само изделие вы должны обратить внимание особенно обратить внимание даже если висит бирка на шубе вы должны посмотреть сами рукава чтобы не было никаких залысин потому что это может быть возвратная шуба мне уже ходили и вам просто продают естественно шубу буу залысины появляются здесь на рукавах на самих карманах на воротнике и очень часто если шуба висит шкафу без чехла у нее появляются залысины вот здесь на плечиках обязательно смотрите швы швы и смотрите во первых под мышками потому что здесь чаще всего рвется шуба даже когда ее меряют поэтому мы должны обязательно обязательно смотреть все швы как прошита шуба очень важен подбор шкурок по цвету и по размеру если разложить шубу то вы должны будете увидеть цельное полотно если это шуба не поперечная как у меня а просто цельная прямая классическая шуба все шкурки должны подобраны быть особенно если это светлая шуба подобраны по размеру и по цвету не должно быть никаких различий это должно смотреться ровным полотном как же отличить крашеную норку от натуральной норки на самом деле все очень просто нужно первое первое что вы должны сделать это взять изделие и просто раздвинуть подпуш и остевой волос и посмотреть мездра должна быть мездра это у нас кожа кожа должна быть белой белой либо молочной это говорит о том что шкурка очень хорошая и не крашеная тем более если она очень тихая если вы смотрите окрашена ли светлая шуба вы можете взять обычную влажную салфетку либо белую белый платочек смочить его водичкой и провести немножко помеху если не остается никакой краски на платочке либо на влажной салфетке значит шуба не крашена это два таких главных критерий чтобы определить крашеная шуба или нет очень часто красят именно черные шубы black lama называется этот цвет это натуральный цвет норки но очень много производителей грешат тем что они красят шкуры но теперь давайте поговорим про пошив про шкурки я думаю я все рассказала и про цвета так давайте перейдем к пошиву очень важным критерием является то что подклад в шубе не должен быть пришит к самой шубе а мы можем спокойно залезть под неё и посмотреть все таки посмотреть что у нас там внутри на самом деле это очень важно потому что вы должны видеть всю шубу целиком допустим свою шубу я могу вывернуть целиком и полностью и посмотреть что там так вот не должны посмотреть все рукава посмотреть спину посмотреть полочку посмотреть полностью всю шубу из каких шкурок она сделана потому что здесь когда вы открываете шубу может быть все хорошо а вот когда вы залазите дальше то там могут быть кусочки и нужно просматривать обязательно швы швы чем отличается хорошая фабрика от плохой фабрики и вообще хороший пошив от плохого первые нитки которыми сшивается сшиваются шкурки они должны быть шелковыми стежок должен быть мелким не должно торчать не никакого никакого меха никакой подпуши и это говорит о том что пошив очень хороший так вот и на качественных шкурках не забудь видно на каждой шкурки должна стоять печать печать говорит о том что действительно шкурка хорошая и фабрика не грешит тем что шьет изделие из плохих шкур так вот допустим если посмотреть на мою шубу у меня цельные цельные шкурки и здесь у меня есть немножко росшив но для поперечной шубы это допустимо то есть у меня чуть-чуть есть росшив шкуры и это в общем то хорошо для меня хорошо поскольку это поперечный поперечный пошив и у меня шуба не будет вытягиваться вы можете посмотреть мех мягкий он тянется мездра тянется и это говорит о том что шуба не пересушена и так очень важно это то как прошиты швы швы на плечиках швы вдоль всего изделия обязательно должно должна быть кромка это такая полосочка ткани которая прошивается и удерживает изделие от вытягивания также пришивается на перед шубы кромка не менее 10 сантиметров точнее не более 10 сантиметров но и не менее 8 сантиметров то есть вот здесь на запахе и также вот здесь пришивается внутри кромка ткани это ткань и она пришивается даже не знаю как вам показать мне тут все просто пришита и я чувствую что там есть и это очень важно на самом деле чтобы практически невозможно было до туда добраться так вот у меня здесь есть кромка и она составляет вот она заканчивается вот так то есть это полноценное в общем то 10 сантиметров это предотвращает от провисания изделия полностью спереди также обязательно важно чтобы была полочка полочка пришит это тоже кусочек ткани плотный должен быть пришить сзади под воротником чтобы не вытягивался зад и обязательно должны быть плечики обработаны также кромкой и также должны быть сами плечики они в основном они поролоновые они у меня также есть присутствуют в этой шубе так что вставки в борта это очень важная часть далее расскажу вам как должны быть сделаны карманы карманы вот чем грешат фабрики особенно греческие итальянские фабрики это то что они не пришивают дополнительную полоску меха кармана то есть если вы вернуть карман шубы европейской допустим той же самой греческой или китайской шубы мы сразу видим подклад допустим моей шубе мы сразу подклад не увидим потому что у меня пришита еще полосочка меха и это очень важно потому что здесь вытирается мы очень часто засовываем руки в карманы и в общем то здесь будет у вас вытираться если вы выберете шубу где сразу видно подклад даже не вооруженным глазом даже если не выворачивали его вы просто вот выходите в изделие и видно карман здесь обязательно должна быть пришита полосочка меха один из самых важнейших критериев при выборе шубы это ее размер вы должны обратить внимание на то что шуба не должна быть плотной и тесной и обратите внимание на саму полочку особенно полочка это у нас от подмышки до края так вот она не должна быть тесной вы должны себя чувствовать абсолютно свободно и шубы не нужно делать так как делает моя кофта сейчас я специально делал замком чтобы вам показать то есть не ни в коем случае чтобы здесь вам не было тесно либо здесь было тесно в пройме потому что порвется и вам просто вам придется давать изделие на реставрацию и в дальнейшем вы не сможете выносить потому что она будет маленько чтобы должна сидеть свободно удобно вы не должна стеснять абсолютно никаких ваших движений поэтому всегда выбирайте шубу чтобы вот здесь груди полочка была намного больше чем здесь если это прямая шуба если это расклешенная шуба естественно вообще все замечательно так вот обязательно обращайте внимание на ширину полочки теперь поговорим про качество решивания подклада подклад должен быть пришить только вручную причем это будет видно невооруженным глазом что подклад решить вручную у меня допустим тут его не то что видно ну подклад пришит вручную то есть я вижу все стежки я вижу абсолютно везде где пришита она все замечательно мне все нравится в моей шубе мне все нравится я искал ее пять лет поэтому у меня было очень много нареканий к выбору шубы поэтому я как бы старалась выбрать то что я хочу и качественное и чтобы цена соответствовала качество ну и заключение расскажу вам как должны быть пришиты крючки крючки должны быть обязательно металлические и пришиты должны быть насквозь то есть вы не должны будете потянуть за крючок и держа за вторую половинку меха потянув его вы не должны будете увидеть что у вас крючок отдельно от вот этой стороны шубы он должен быть пришит обязательно насквозь потому что через буквально два три сезона здесь у вас все это вытрется и вам просто придется отдавать на реставрацию свое изделие и это будет очень неприятно так вот обязательно крючок должен быть пришит насквозь и должен издавать характерный звук вот такой он должен быть звонки громкий и закрываться плотно то есть крючки должны быть обязательно все очень хорошего качества потому что если хоть один крючок будет плохо замыкаться и не будет такого звонкого звука считайте что вам придется отдать заменить этот крючок потому что будет всегда расстегиваться если вы идете выбирать изделие это уже мой совет со стороны если вы идете выбирать изделие именно уже хотите его купить обязательно возьмите с собой кого-нибудь потому что тот кто будет с вами должен посмотреть как изделие смотрится на вас со всех сторон вы должны обратить внимание чтобы когда вы одели изделие во первых первое что вы должны сделать посмотрите вниз и увидеть низ изделия чтобы он не заходил не так не расходился вот так и мисс не был был на одном уровне то есть вы застегнули здесь крючок либо пуговицу и тот кто с вами посмотрел ровно либо рта одинаковые либо рта не провисает ли зад не провисаете перед при том когда вы одели это изделие обязательно нужно смотреть когда вы оденете изделие человек который придет с вами должен посмотреть не провисли у вас перед не провисли зад и если есть какой-то дефект то шубу и такую брать не стоит она будет провисать дальше то есть это уже не качественное изделие я допустим при выборе шубы я руководствовала своим вкусом во первых поперечная шуба конечно же идет любой женщине абсолютно любой подчеркивать ее фигуру будь то худенькая маленькая девочка будь то высокая леди крутых форм либо худенькая высокая девочка всем поперечные шубы идут никогда не стоит не смотреть на классические шубы классические шумы никогда не выйдут из моды то есть это прямые шубы не поперечные а именно цельные цельные пластины так вот такие шубы всегда остаются в моде и они никогда из моды не выйдут я при выборе своей шубы то что вы вместе спрашиваете что у меня за шуба так вот у меня шуба турецкой фабрики из стамбула и в стамбуле как оказалось очень даже хорошая шуба когда я увидела эту шубу я была конечно в шоке от того что турки умеют шить и есть качественный мех в турции при ситуации сейчас в мире я не знаю будут ли возить теперь турки такие шубы так вот я не ожидала от турков такого качества у меня шуба трансформер у меня отстегиваются рукава и делаются три четверти рукава сейчас я вот стекну один и покажу как это все смотрится пока отстегиваю расскажу вам как шьется поперечная шуба поперечная шуба это шкурки разрезанные по хребту и сшитые как бы внахлёст но на самом деле шкурки стоят ровненько так вот я всегда хотела себе поперечную шубу и именно цветом махагон вот у меня три четверти рукав сейчас я откасаю все и в общем то смотрится довольно таки неплохо так вот у меня цвет махагон махагон цвет это получаю такой цвет путем скрещивания черной норки и натуральной коричневой норки и получается такой благородный цвет он больше похож на соболе на самом деле и мне именно такой цвет хотелось я его очень долго искала и на самом деле только качественный хороший мех североамериканский может быть такого цвета поэтому для меня при выборе шубы было очень важно чтобы мех был именно североамериканский никакой не европейский не дай бог не китайский сейчас вам покажу поближе что значит не крашеный мех то есть видите подпуш она очень 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 плотно и когда вы раздвигаете и все попробую раздвинуть и вы видите белую месту видите вот она белая то есть шуба не крашеная и это очень важно лучше купить натуральный цвет шубы это может быть и светлая норка и может быть black llama black нафа и также махагон лучше купить не крашеная она прослужит вам намного дольше она не будет выцветать не будет желтеть не будет не знаю никаких проблем не будет не будет красить вашу одежду поэтому лучше выбирать натуральную норку и я не знаю как как вам сказать какая цена на самом деле на шубу должна быть потому что у каждого разная цена но скажу честно шуба не может стоить меньше 1000 евро хорошая шуба до колена не может она стоить меньше 1000 евро если она стоит меньше 1000 евро значит шуба китайская либо она плохого качества либо плохой мех либо некачественный пошив меньше 1000 евро не может стоить хороший мех потому что он сами шкурки стоят не дешево и от размера изделия конечно же зависит и сама цена так что я надеюсь я вам помогла поэтому ставим пальчики вверх очень надеюсь что вам понравилось это видео так что всех целую всем пока